Друзья, всем привет! На связи ITDoc. При резервном копировании данных с iPhone в iCloud, автоматически создается и сохраняется резервная копия наиболее важной информации. Многие приложения на iPhone автоматически после установки создают резервные копии данных в iCloud. И тем самым бесплатные 5 ГБ заканчиваются очень быстро. А при активном использовании iPhone уже через несколько недель резервная копия не хочет создаваться в облаке, и вы начинаете получать уведомления, типа хранилища iCloud почти заполнено. А как же уменьшить размер резервной копии iPhone в iCloud? Как избавиться от ненужной информации в копии iCloud? Смотрите это видео и вы сможете в несколько кликов уменьшить размер резервной копии iCloud. Ну а если хотите знать все нюансы техники Apple самыми первыми, тогда обязательно подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик. Да, ребята, заходите в наш Телеграм, ссылку смотрите в описании. Здесь вы найдете много чего интересного, в том числе решение любых проблем на iOS устройствах. Итак, как уменьшить размер резервной копии iPhone в iCloud? Открываем настройки. Ваше имя или Apple ID. iCloud. Управлять хранилищем учетной записи. Или управление хранилищем. Резервные копии. Выбираем ваше устройство. Здесь будут доступны параметры резервной копии iPhone в iCloud, а именно дата ее создания и размер. Ниже вам будет доступен список приложений, чьи данные сохранены в текущей резервной копии. Для большинства из этих приложений хранение копии в облаке iCloud не требуется. Поэтому отключаем переключатели напротив ненужных приложений. Нажимаем выключить и удалить. После подтверждения резервное копирование в iCloud отключается для этого приложения и все данные о нем удаляются из iCloud. Вот так можно легко и просто уменьшить размер резервной копии iPhone в iCloud, освободить место для других данных и вернуть своему гаджету возможность создавать бэкап в облаке. Если же вы уменьшили размер резервной копии iPhone в iCloud, но сообщение о нефатке места в облаке все равно появляется, тогда скорее всего виной этому есть большое количество фото и видео на iPhone. Поэтому как вариант сохраняем фото и видео на любом доступном облачном сервисе. Например, Google, Dropbox, Яндекс.Диск и так дальше. После того, как вы настроите копирование фото и видео в сторонний облачный сервис, настройка хранилища iCloud можно отключить фото и видео. Тем самым вы сможете увеличить объем облачного хранилища. Друзья, надеюсь, что это видео было для вас полезным. Обязательно жмем на колокольчик, ставим лайк. Есть вопросы, пишите в комментариях или заходите в наш телеграм-канал. Буду рад пообщаться и при необходимости помочь советам. Ну что ж, увидимся в следующем ролике. Всем удачи и пока!